Перейдем к следующему. Ум проповедника. На этой теме мы закончим. Я хочу побудить вас к постоянному обучению, самообразованию, обучению, учебе. Люди приходят в собрание, они не хотят пить из болота, болотную воду. Она не предназначена для того, чтобы пить. Они хотят свежей ключевой воды, какой-то яркости, свежести, холодной, утоляющей жажду. И они приходят к вам, чтобы получить это. И можно привести аргументы из мира, вообще из науки или жизни нашей. Как, скажем, хороший юрист, если он хочет оставаться хорошим юристом, он должен постоянно учиться, новые законы выходят. Или мы вспоминали с братом Виталием, мы говорили о хорошем враче. Хороший врач не может сказать, что я просто люблю оперировать. А учиться это уже не важно. Я просто люблю это делать. И тем более проповедник, который работает с человеческими душами, он постоянно, постоянно учится, постоянно занимается. Вникай в себя и в учения, занимайся с ним постоянно, так спасешь себя и слушающих тебя. Я хотел несколько примеров привести, чтобы не быть голословными из истории. Примеры проповедников, которые также занимались и учили. Хотя бы возьмите апостола Павла. Первый самый пример, простой пример. Апостол Павел был не просто проповедником, он был выдающимся богословом и ученым. Прочитайте послание к римлянам. Вы, наверное, читали. Послание к Ефесинам. Вот посмотрите, какая их глубина. И можно сравнить с апостолом Петром. Бог использовал апостола Петра. Но сравните влияние апостола Петра и Павла по посланиям. Сколько силы и какое влияние оказало на последующее поколение послание римлянам тоже. Сколько людей оно изменило. Благодаря тому, что апостол Павел был действительно книжным, образованным человеком, Бог его намного больше использовал. Вот продолжение в истории христианства, нежели того же Петра. И многие служители показывали собой пример отношения к образованию. Ульям Тинделл в тюрьме сидел за свои убеждения. И когда он уже перед своей мученической смертью, это было в 16 веке, он сидел в тюрьме, он просил, чтобы ему принесли в тюрьму теплую одежду, свечей. И более всего он говорил еврейскую Библию, еврейскую грамматику и еврейский словарь, чтобы можно было заняться учебой. А что тебе надо, человек, перед смертью? Библия, словарь, справочник, заниматься, изучать, изучать Писание. Постоянно этим занимался. Можем вспомнить Кальвина, который много времени проводил в подготовке. У него было слабое здоровье, он много времени проводил в постели, но ему приносили книги, он читал, 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 читал и занимался. Можно вспомнить Джона Весли. Джон Весли родился в начале 18 века и получил образование в Оксфорде. Но он не сразу стал благовестником, известным проповедником. И первые опыты его были такими обескураживающими, они не принесли какого-то благословения. Но когда он пережил обращение, Бог очень сильно его использовал. И Весли очень много сделал. Он в течение жизни произнес где-то 40 тысяч проповедей. Он на лошади наездил 400 тысяч километров. Представьте, примерно 10 раз вокруг света на лошади. Вот вокруг ездить и ездить. И его служение сейчас приносит большие благословения, но тогда по свидетельству одного историка он изменил курс английской истории. Когда Весли умер, оставалось 135 тысяч членов участников методистского движения. Он оставал это движение, методистское движение святости поначалу. Вот и 135 тысяч. И он никогда не перестал учиться. Весли ездил на машине, он не на машине, на лошади. И во время путешествий своих он работал с грамматиками. Составил грамматики английского, французского, латинского, греческого, еврейского. Кажется, зачем это надо проповеднику? Он издал новый завет на греческом, сделал свой перевод Библии. Я думаю, недаром Бог его так сильно употребил. Много может сделать для Бога такой посвященный, необразованный брат. Но если этот брат еще и занимается, если он учится, Бог может намного больше через него сделать. Намного больше. Об этом говорит история. Вспомните Джонатана Эдвардса, мы о нем вспоминали. В 6 лет он уже владел латинским языком. Он писал философские статьи. Его называют одним из трех выдающихся мыслителей Америки. И Бог его так использовал, что он стоял в начале этого великого пробуждения, думаю, в 18 веке в Америке. Помните его проповедь? Грешники в руках раздемного Бога. Это было начало. Вспомните Вильяма Корея, нашего брата Баптиста, который стал отцом миссионерского движения. Вы читали, наверное, о нем. Он уехал в Индию. И он изучал еврейский, греческий, голландский, французский, итальянский. И я не помню точно, где-то, может быть, до 30 или даже больше языков была переведена Библия и ее отдельные части. Вот к концу его жизни в Индии. Вот бенгальский, хинду, все языки в индийских племен, очень много он сделал, очень много сделал для Господа. Конечно, не все проповедники имели возможность учиться в семинарии. Например, Чарльз Финней, Дуайт Муди, Билли Грэм. Билли Грэм учился в колледже, он семинарию полностью не закончил, но не учился в колледже как части, такого богословского образования. Но эти люди, даже те, которые не могли учиться, они много занимались самообразованием. Прочитайте книги Билли Грэма, например, «Мир с Богом». Разве не образованный человек написал бы такую книгу? Он очень много занимался и учился, занимался над собой, занимался этим. Возьмите того же Муди. Муди тоже не мог последовательно где-то закончить семинарию в свое время. Но Муди был очень заинтересован в образовании. Он сам основал институт. Вы знаете, слышали институт Муди? Там семинария возникла потом. Муди очень работал в образовании. И он сам когда-то признал, говорит, недостаток образования был всегда моей самой большой проблемой. Он так хотел учиться. Не всегда успевал, но стремился к этому. Спержин тот же, он основал колледж. В Англии есть колледж Спержина. Он стремился к образованию, стремился учить молодых людей. Билли Грэм когда-то сказал, Если бы я мог начать служение по новой, я бы сделал два изменения. Первый, я учился бы в три раза больше. И второй, я проводил бы меньше компаний. Учился бы в три раза больше. Билли Грэм считал, что ему недостаточно, недостаток образования и учебы. И Билли Грэм, он продолжал учиться, заниматься самообразованием, особенно чтением. Билли Грэм очень много читал. Он читал, читает, читает, читает. Ему, кстати, жена помогала. Мы сегодня вспоминали жену их учебу. Жена Билли Грэма тоже много читала. И она потом вечером делилась с ним, рассказывала. Я прочитала там то, то, а вот это тебе для проповеди подойдет. Он записывал, записывал, записывал. Очень помогало бы ему это. На что основное внимание я хотел бы обратить? На чтение. Потому что вообще есть много видов самообразования. Например, образование через природу. Мы смотрим на природу и учимся. Мартин Бубер рассказывал о Равине, который ходил каждое утро на пруд учиться песне лягушек, как они славят Бога. Можно учиться у лягушек. Иов говорит, спроси у скота. Ты смотришь на животных и чему-то учимся. В братьях Карамазовы Достоевский советовало, люби Божье творение в целом и каждую песчинку. Люби каждый листик, каждый луч Божьего света. Люби животных, люби растения, люби все. Если ты любишь все, ты постигнешь Божью тайну в вещах. И ты начнешь понимать эту тайн лучше с каждым днем. Если ты будешь вникать в природу, ты будешь больше знать о Боге и о том, какой Бог. Иов об этом и говорил. Он обращался к природе, чтобы научиться мудрости. Спроси у скота там и научить тебя и так далее. Потом, то есть образование и жизнь с природой или жизнь, познание природы. Я думаю, очень много помогает нам. Общение с толковыми людьми. Наши студенты свидетельствуют обычно, что половину благословений они получают от общения с другими студентами. То есть то, что они получают в классе, это одно. Но второе, они говорят, мы получаем не меньше, когда после занятий общаемся друг с другом. Когда учатся друг у друга. Общайтесь с умными людьми. Кто-то мне говорил, что можно подойти к умному человеку, спросить, что ты думаешь об этом. Потом получишь ответ, ответ и так далее. И можно что-то получить. Конечно, самая лучшая система, получить образование систематическое. Это пойти в семинарию, в колледж, как вы пошли заниматься этим постоянно. Может быть не все это могут и не у всех такая возможность, скажем, погрузиться, как в свое время, когда я пошел в семинар, я 4 года был, ну просто день и ночь. Это было такое благословение. Представьте, день и ночь заниматься Библией. Тяжеловато было с материальной точки зрения, но это такое благословение. И греческий, и еврейский, и Библия, и каждый день, и каждый день. И история церкви, и богословие. Это большое благословение, которое может быть у нас. Но, может быть, не всегда это будет продолжаться, не всегда мы можем сидеть в классе за партой, но мы всегда можем читать, читать и читать. Я хотел особое ваше внимание обратить на чтение. Чтение книг, чтобы вы занимались, читали и читали. Кто-то заметил, что книги это сок, выжатый из гроздьев веков. Фома Кемпийский говорил, если тот, кто подал нуждающемуся чашу холодной воды, не потеряет свои награды, тем более будет вознагражден тот, кто положит хорошую книгу в руки ближнего, открывая ему фонтан вечной жизни. Книги имеют очень большую силу и влияние. В свое время посетители библиотеки Британского музея смеялись над человеком, который тратил много времени, читая и конспектируя Гегеля. Приходил один человек, и они посмеивались. Ну, чем-то занимается. Ну, это был интерес какой-то изучать Гегеля. А знаете, кто был этим человеком? Маркс. И это все было не напрасно. В результате была Европа, да и весь мир был потрясен. Человек просто конспектировал Гегеля. А чем он там занимается? Книги имеют силу. Не только Гегеля, он другими занимался. В результате он написал свои труды, и труды потрасли мир. К сожалению, много плохого произошло, в конце концов, из этих трудов. Но это имело силу. Можно взять хороший пример. Комментарий Лютера на послание к римлянам. Вернее, даже не комментарий, а введение в комментарий преобразило Джона Весли. Джон Весли читал введение Мартина Лютера, в комментарии послания к римлянам. И это изменило его. А в свою очередь, Джон Весли изменил многих других людей. И хорошие книги, конечно, открывают горизонты новые совсем, новое познание, расширяют наш словарь, примеры дают, стиль проповеди помогают улучшить. Правда, есть одна проблема, что иногда проповедник может начитаться много книг, и его язык станет непонятным. Это тоже проблема. Когда читаешь умные книги, и чем выше слог, сложнее, то тогда становится язык соответствующий, проповедник может выглядеть таким высокообразованным, умным, произносить. Мы говорили слова, как эсхатологи, или атрибуты, аорист и так далее, и люди перестанут понимать его. В этом есть проблема. Но, с другой стороны, если проповедник имеет ограниченный лексикон, он будет оставаться позади своих слушателей. Останется. В последнее время в нашей церкви пришло немало образованных людей. Вот я как-то заехал в одну церковь районного центра, и одна сестра подошла ко мне после собрания и так жаловалась. Говорит, хочется послушать не то, что глубокую проповедь, а хотя бы красиво, ясно изложенную, хорошим языком. Говорит, иногда даже этого не хватает. Уже не говоря о глубине, но просто ясности, четкости изложения. А для того, чтобы так излагать, надо что? Учиться много. Учиться, учиться и учиться. Правда, проблема в том, что много книг появилось в последнее время. Вот я даже в вашу библиотеку вчера зашел. Да вы все это не перечитаете за жизнь. Даже то, что здесь есть. Не так много книг, по сути дела. Если сравнить с хорошей американской, сколько в Трините там, наверное, будет? Там будет сотни тысяч, наверное. Там чуть ли не миллионы. В этих семинариях, в американских университетах, там до миллиона, может быть, до миллиона экземпляров. Может быть, несколько этажей библиотека. И ты заходишь и не знаешь, как это все прочитать. Ну, и тем более, что читать утомительно для тела. Помните, экклесиаст об этом говорил. И не только для тела, можно утомить свой ум. Можно утомить свою душу, свой дух. Поэтому важно не сколько ты прочитал, а как ты читаешь. Потому что не все приносит пользу. Герберт Спенсер когда-то говорил, что если бы он читал так много, как другие люди, он тоже знал бы так мало, как они. То есть, суть не в том, чтобы прочитать много, чтобы быть в курсе всех вещей, чтобы все подряд читать. Это не принесет пользы. Суть в том, чтобы прочитать то, что нужно прочитать. Прочитать самое важное. Некоторые книги не нужны для того, чтобы читать. Та же литература периодической печати, она для чего нужна? Чтобы просмотреть. Ну, какая-то статья остановиться, а в целом просмотреть. Вот некоторые книги просто просмотреть. Некоторые надо проглотить. А некоторые надо жевать, жевать и жевать. А потом, есть разные способности у людей. Спержин, например, когда читал, он схватывал содержание книги буквально с одного взгляда. И прекрасно запоминал прочитанное. За неделю Спержин прочитывал больше пяти трудных книг. За неделю. У него была библиотека личная, где-то 12 тысяч томов. И говорят, что он мог найти в темноте любую книгу. 12 тысяч книг. И в темноте он знал, где какая книга стоит, что где написано. И так много читал. Весли прочитывал примерно 100 книг каждый год. 100 книг. Сколько вы примерно за год прочитываете? Некоторые из вас прочитывают минимум 66, если библию прочитывать сначала до конца. Бытие и исход для вид числа 66 книг. Вы почти догнали Весли. Есть мысли? Ну, 2-3. Кроме библии я имею в виду. Прочитываете? Ну, у вас же задания еще есть. По курсам вам задают что-то. Это тоже вас стимулирует. Ну, по крайней мере, неплохо где-то хотя бы в месяц, там, в 2 месяца прочитать какую-то книгу. Но книги надо уметь читать. Джеймс Брага писал, изучение книг искусства и самым главным препятствием в этом деле является мнение людей, что они знают, как читать. Из этого они не получают какого-то благословения. Они просто считают, что если они умеют читать, значит, они знают, как читать. На самом деле это не так. Уметь читать это еще не все. Надо знать, как это читать. И хорошие книги, ну, а плохие читать, ясно, не следует, хорошие книги надо читать внимательно, надо читать медленно, надо читать с листочком и карандашом. Я говорил вам, да, вот вы берете с собой какой-то листочек или диктофон, вот, прочитали, о, мысль отметили, отметили, я обычно отмечаю, я иду дальше, обычно не останавливаюсь, но отмечаю что-то, а потом дальше, дальше, а потом возвращаюсь опять к книге и прохожу уже по всем этим отмеченным местам. Эта мысль мне нравится, надо ее внести, это будет пример для проповеди, одной из следующих проповедей, это для той серии, это туда, это туда, вот, а это где-то отметить в своем индексе и так далее. И лучше медленнее, лучше меньше, но намного больше нам принесет. Читаем и отмечаем какие-то мысли, факты, примеры, которые могут быть полезными. Можно снова переписать, перепечатать, сканировать, там, классифицировать и так далее, раскладывать в папочки, возвращаться к книгам, вот, и переписывать и так далее, и так далее. То есть, ну, максимальную пользу получить из чтения книги, максимальную пользу. Пусть медленно, но читать, читать и читать. Но есть разные литературы, есть литература, которая достаточно одного раза прочитать и получить общую информацию. Есть книги, которые можно перечитывать вновь и вновь. И мне вообще книги давать нельзя, я книги мараю, то есть, я подчеркиваю на странице. Я понимаю, что это плохо, но с другой стороны, мне так удобнее. Не, ну, я делаю тоже это, но я карандашом, а потом стираю, когда, ну, это, смотря, если это моя книга, это одно дело. Вот, если еще взял библиотеку, я карандашиком, а потом с резиночкой уже просматриваю и отмечаю себе, и это проблема, да. Я карандашом тоже не ручкой. Я первую библию замарал очень сильно, у меня была первая библия настолько вся, разными цветами, крестики ставил, там буквы какие-то, разными цветами. Недавно слышал по поводу прочитанного и написанного. Важно, конечно, то, что написано, но гораздо важнее те образы, которые рождают написанное. То есть, иногда читаешь повествовательную историю, а образы рождаются совершенно другие. Понимаешь, что имел в виду, автор рассказывает ту или другую историю, какая глуменная мысль там была. И, может быть, в этом случае не обязательно там подчеркивать, а важно зафиксировать ту идею, которая есть. Здесь вот преимущество чтения перед просмотром, скажем, фильмов. Фильмы человека, фильмы нуждаются в пассивном. Слушатели, зрители. То есть, человек должен взять кружку пива, сесть в мягкое кресло, ну и просто расслабляться. Но обычно для этого предназначены фильмы, чтобы человек ничего не думал. Или там ел попкорн, пил кока-колу и далее. Книги требуют размышления. Книги тяжелее. Но они стимулируют мозг. Фильмы не стимулируют. Фильмы не развивают обычно. Есть, может быть, отдельные какие-то философские фильмы, которые заставляют думать, спорить с чем-то. Но обычно фильмы не предназначены для того, чтобы развивать. А вот книги, хорошие книги, они рождают мысли в нас. Мы продумываем, мы воображаем себе. Почему детям полезно читать? Дети, можно просмотреть там фильм про хоббитов что-то, а можно прочитать. Толкиена там хоббит. И ребенок рисует картину. А как выглядел этот гном? А как выглядел этот хоббит? И он себе это представляет. И это развивает сам мозг человека. Вот это очень хорошая идея. Да, образы. Фильмы, то есть книги заставляют рисовать образы. Вот чем они полезнее, намного полезнее. Очень разумно. Кто-то еще читает? Вообще, наверное, сам интересен тот факт, что Бог для передачи своего пророчества избрал книгу. В принципе, мог бы избрать, может быть, какие-то образы, или еще какую-то... Книгу. ...местное предание, или там... Ну вот, все-таки книга. Важность книги. Бог благословил этот способ передачи информации. Запись записывал. Даже своим перстом кое-что писал Бог. На разных материалах, разной виды, но тем не менее, оно дошло до нас. Вот так что, братья, у вас, у каждого вообще должен быть, особенного проповедника, должен быть план чтения разной душеполезной литературы. У вас есть планы чтения? Или вы читаете, что попадет в руки? Ну, я понимаю, иногда мы читаем, что попадет, хорошая книга, если попадет, или нам подошел друг, говорит, слушай, такая полезная книга, вот только недавно прочитал, там, ну, прочитай. Вот, и мы ее прочитаем. Но в целом, у проповедника должен быть свой план, потому что, во-первых, у нас очень мало времени, во-вторых, у нас мало денег. У проповедников обычно много денег не бывает. Поэтому все книги не купишь, а времени еще меньше, и все не прочитаешь. Вот поэтому нам надо иметь какой-то хороший план, список литературы, которую стоит читать, систематически заниматься этим планом и работать над ним. Я знаю одного проповедника у нас в Минске, он имеет такие планы общие, скажем, допустим, какое-то время он занимается, в этом году он говорит, я буду заниматься Ветким Заветом. На следующий год он берет книги по Новому Завету, и он начинает читать книги, связанные с Новым Заветом. Вот и таким образом он постепенно развивает и развивает себя в разных областях своего. Ну, пока вы учитесь в семинарии, то я думаю, что здесь для вас отчасти вопрос решен. Вам братья уже рекомендуют хорошие книги, вам просто остается слушаться и выполнять то, что вам говорят. Вам список уже дают, старайтесь исполнять этот список. Хорошие книги в библиотеке проповедника, это не просто собрание случайно подаренных, купленных там по сниженным ценам книг. Вот поначалу нам много книг дарили, когда началась перестойка, у нас попалось много книг, вот, и часто мы читали все подряд. Ну, не было чего читать, только начали книги приходить. Я помню, когда начали появляться эти книги, потому что в детстве я знал, только видел одно толкование букмэльдера, такое старое-старое толкование. Потом Гелея появилась, потом Баркли, я всего Баркли прочитал. Ну, что появлялось, то и читал. Сейчас уже слишком много появилось, не успеваешь. Вот, но нам не надо спешить с чтением книги. Прежде чем выбирать книги, надо иметь хотя бы небольшую информацию об авторе, о его богословской позиции, о бездательстве. Например, нам неплохо знать, кто был Чарльз Спиджем. Ага, он был баптистом. Ну, это уже как-то, ну, вселяет некоторую уверенность. Значит, можно все-таки книги читать. Или Джон Буньян, тот же баптист. Чарльз Стэнли, Вильям Каррей. Джон Весли, или Чарльз Весли, методисты. Вот, мы уже подходим, может быть, осторожнее к некоторым книгам. Там, Клайв Льюис или Джон Стотт принадлежат к англиканской церкви. Вот, поэтому тоже, может быть, есть какие-то моменты, которые покажутся странными с точки зрения Библии. Недавно я прочитал целую статью, один брат критиковал Клайва Льюиса, просто христианство. Вот, его книгу в каких-то еретических взглядах, что там очень много есть ересей. Может быть, надо быть осторожным. Любая книга, это не Библия. Но это неплохо знать, вот, каков автор, кто он, какие книги он пишет. Даже издательство, вот, если вы возьмете издательство, скажем, вот, тоже очень полезно. Вот, даже возьмете, о, Библия для всех, Санкт-Петербург. Ну, братья, в целом, Библия для всех выпускает очень хорошую литературу. Богостовские, такую, выдержанную, проверенную. И я там не встречал плохих книг. Вот, ну, даже мою книгу они выпустили. Там только хорошие книги они выпускают. Да, они делают. Библия для всех. Поэтому издательство о многом говорит. Скажем, издательство Шандау, там, издательство Триада, вот, другие издательства. Достаточно посмотреть на издательство, и вы же видите. Вот, хорошая эта книга уже о многом говорит, да? Вот, какие еще можно вспомнить хорошие издательства? Ну, Богомыслия, по-моему, я говорил. Вот, какие-то другие. Это уже полезно. Потом, неплохо просмотреть на рекомендации. Здесь иногда пишут какие-то рецензии. Кто написал рецензию на книгу? Вот, кто рекомендует ее читать? Вот, насколько она может быть полезной? То есть, на все такие вещи, моменты стоит обращать внимание, прежде чем что-то читать и что-то брать в свои руки. Мы сделаем такой краткий обзор литературы на русском языке. Вот, о том, что нам можно читать. Какие могут быть полезными вещи нам для чтения на русском языке? Ну, первые переводы Библии и Нового Завета. Раньше у нас был только один перевод. Все было очень просто, ясно. Синодальный перевод на русский язык. Сегодня у нас есть много других. Среди вас популярен, как я понял, перевод Кузнецовой. Да, радостная весть. Радостная весть, перевод российского и библейского общества. Есть, ну, разные мнения по этому переводу. Например, некоторые такие строго православные люди, вот, некоторые жестко придерживаются такого позиции, и они обвиняют автора в десакрализации священного языка. Они говорят, что она переводит текст на площадный, базарный, кухонный язык. Вот, а другие говорят, наоборот, это есть живой язык, это есть то, о чем люди говорят, язык, которым люди пользуются в своей жизни. Как правильно заметил уже наш брат, что там есть некоторые проблемы, вероятно, небольшие, но надо отдельно изучать с точки зрения... Я просматривал некоторые пункты, я даже беседовал с самим директором библейского общества, который отвечал за этот перевод. И я знаю, Кузнецова, она у нас преподавала греческий один семестр, вот, и она объясняла, как объясняли вот эту концепцию перевода, что они старались передать дух апостола Павла. Не просто буквально текст, но дух апостола Павла. Вот, ну, апостол Павел был такой, особенно, когда касалось, кстати, апостола Павла. Вот, поэтому вот такой перевод, ну, особенно, когда речь идет о апостоле Павла, об апостоле Павле, там такой, ну, динамичный, есть динамика такая. Но, знаете, когда передаешь дух, иногда есть опасность, потому что можно правильно передать, а можно не понять немножко дух. Когда все-таки тексты буквально придержался, можно. Вот, а здесь дух, есть некоторые проблемы. Ну, и с некоторыми словами, скажем, например, они используют вместо слова «крещение» слово «омывание», да, по-моему, «омывал». Но, правда, в одном тексте там такая своеобразная ловушка, как-то трудно объяснить, потому что, помните, апостол Петр говорит, что «крещение» есть не плоской нечистоты омытия. И вот, если буквально так, как они писать, надо говорить, что «омывание» — это не плоской нечистоты омывания, ну, не звучит, поэтому там уже слово «крещение», по-моему, они используют. Что «крещение» не есть плоской нечистоты омытия. А в других текстах вместо слова «баптизм» — это слово «баптизма», они переводят слово «омывание». Вот, не знаю, может быть, это яснее и лучшее, может быть, «крещение» действительно, но слишком такой сакральный язык. Хотя я не уверен, что здесь слово «омывание» оно имеет в нашем значении, оно имеет более бытовой смысл. Бытовой, просто помыться. Но у Иоанна оно имело более духовный смысл, оно было связано с покаянием. У Петра, когда Петр об этом писал, оно имело духовный смысл, оно было связано с покаянием. Апостол Павел говорил тоже о смерти и воскресении со Христом, поэтому есть некоторые проблемы. Есть разные цели у людей при переводах. Некоторые, скажем, ставят целью, допустим, передать буквально текст. Это не значит, что всегда это лучший перевод. Например, синодальный перевод очень буквальный в своем последовательности. Некоторые переводы ставят целью передать смысл, а есть парафразы. Вот вы помните этот текст? Я часто вспоминаю, приобретайте друзей богатством неправедным. Помните, да? А вот один перевод так пишут. Используйте земные ценности для приобретения небесного богатства. Слово жизни, парафраз. Но это уже не перевод, это парафраз, это пересказ. На самом деле там не так написано. Но авторы здесь стремились передать смысл, нежели букву. Поэтому здесь зависит от цели. Какую цель ставили авторы? Вот я даже как-то брал, допустим, послание к Фессалоникийцам мы рассматривали. И здесь несколько переводов я сравнивал. Допустим, греческий, синодальный, потом новый перевод Международного библейского общества и современный перевод Всемирного библейского переводческого центра. Вот это такая красная была Библия. Может быть, кто-то ее встречал, современный перевод. И, например, вот даже такое маленькое сравнение. Вот синодальный перевод, допустим, пишет 1 Фессалоникийцам 5.2 «Ибо сами вы достоверно знаете, что День Господень так придет, как так ночью». Это точно следует греческому тексту. «Артойга акреблос, ойдотэ, хоти, хэмера, курион, хос, клептос, эн, нуктос, хутос, эрхетай». Ну, чуть слова поменяли местами, потому что в русском немножко последовательность слов другая. В целом точно. А вот уже новый один из современных переводов. Вы и сами хорошо знаете, что День Господень придет неожиданно, как пор ночью. И вот есть такая, может, не знаю, вас уже распространяется или нет, такая Библия, она черная, такая черного цвета, такая довольно большая, новый перевод. Ну, такая не очень толстая, но такой большой формат. Вот где-то она будет появляться, у нас уже она популярна, очень много таких Библий есть. Ну, например, вот чем отличается она? Скажем, авторы пишут, что День Господа придет, и они добавляют, неожиданно, как пор ночью. То есть в греческом этого слова неожиданно нет, но оно подразумевается. Они пытаются объяснить. Вот когда я просмотрел их перевод, у них очень часто встречается такая попытка объяснить. С одной стороны, это хорошо. Люди, которые мало знают Библию, они лучше понимают, что такое придет, как тать ночью. Люди не знают, что такое тать, как, а так они уже прочитали, и тут все написано. Неожиданно, как вор ночью. С другой стороны, это может быть проблемой, что авторы внесут сюда свое толкование. На самом деле они объяснят нам то, как они понимают, а не то, как это на самом деле. Вот поэтому вот здесь надо быть осторожным. Ну, вообще к любым переводам, каким бы мы ни обращались, я думаю, что мы должны относиться очень осторожно, мудро и взвешенно. Мне кажется, братья, что я так просматривал некоторые переводы, я не специалист такой большой в языках, но так просматривая, ну и думаю, что пока достаточно качественного перевода нет на русском языке на уровне синодального перевода. Конечно, синодальный перевод, к сожалению, есть много устаревших. Мы говорили, помните, о словах. Очень много устаревших слов, устаревшие конструкции. В плане следования греческому он довольно точно следует. Но устаревшие, это уже другой вопрос. Неплохой перевод Кассиана, кто-то из вас упоминал его, по-моему. Это есть такая Евангелие русско-английская, параллельно идет. Русско-английская Евангелие. Такой неплохой перевод, который довольно близко передает греческий текст. Вот довольно близко следует греческому тексту. Я думаю, что мы можем использовать разные переводы. Кстати, сейчас переводит опять библейское общество российское, ветхий завет. Кто-то из вас встречал, может быть, перевод книги, исход уже есть, бытие, экклесиаста, притчей. Вот мне тоже нравится. Свежесть есть какая-то, по-новому прочитываешь. Я думаю, что стоит читать. Некоторые переводы, к сожалению, они выполнены на Западе. И люди, оторванные от культуры, от языка русского, вот я думаю, что это не способствовало повышению качества перевода. То есть неплохие, но они несколько искусственные, не настолько натуральные, естественные, как хорошие бы выполнены, вот где-то здесь, русскими людьми, специалистами, которые жили в этой культуре. Это было бы лучше. Вот я надеюсь, что вот все-таки уровень образования у нас повышается, и может быть, скоро найдется группа людей, которая выпустит, как вот в Америке, там новые пошли варианты переводов, такой хороший, new synodal version, что-то такое. Новая синодальная какая-то, или как ее назвать. Ну, что-то очень хорошее. Проповеди, вот, я думаю, надо быть осторожным, когда мы часто ссылаемся, скажем, на греческий язык. Мы говорим, а в греческом здесь точнее написано. Вот так-то написано. Или вот другой перевод лучше придает мысль. И тем самым, если так часто употреблять, говорить об этом, то мы сеем у людей недоверие к самому тексту Библии. Говорят, а где-то точнее, а здесь может быть не точно, а тут еще что-то не точное, не точное, не точное. И таким образом как-то разрушается самодоверие проповеди и к основанию самой проповеди. Поэтому одно дело, вот, использовать подготовки, я думаю, надо, чтобы какие-то новые грани открывать, чтобы видеть для себя свежесть, для личного чтения, вот, ту же радостную весть прочитать. Сейчас больше десятка, наверное, переводов есть. Нового Завета, уже, может, 3-4-5 переводов Ветхого Завета на русский язык. Это можно читать. Вот, но я бы рекомендовал к проповеди как-то больше придерживаться одного перевода. Какой у вас церкви приняты, если, там, скажем, синодальный, синодальный. Ну, разве что объяснять эти слова. Если непонятные, то стараться их объяснять. Но, в целом, в библиотечке проповедника неплохо их иметь. Неплохо иметь и использовать. Ничего, кроме пользы, не принесет. Второй момент. Первое, это у нас были книги для чтения. Второе, библии с пояснениями и толкованиями. Что важно для проповедника? Иметь какие-либо библии с пояснениями и толкованиями. Ну, есть много таких библий. Я здесь часть только привожу примеров. Например, библия Скоуфельда. Вот это была одна из первых библий, которые попали в наши руки когда-то. В которой были комментарии. Библия Гоце и другие. Ну, одна из проблем таких библий, вы знаете в чем. В том, что часто они... Они... Проблема в том, что когда комментарий расположен в тексте библии, он как бы несознательно... Часто люди, когда читают, они воспринимают его как часть библии. И такие библии, вот когда они становятся распространенными, очень сильно влияют на богословие. Библия Скоуфельда очень сильно повлияла на богословие в Америке. Очень сильно. Вот диспенсенциализм... Вот если вы посмотрите с первых же стихов, как он толкует, это все очень повлияло на богословие. Люди читали и воспринимали комментарий как истину. Как такую же истину, как то, что написано здесь. Вот поэтому библейское общество, например, их принцип выпускать библии без подстрочных комментариев, без комментариев в тексте. Отдельно комментарий, да. Чтобы люди не путали комментарий и не путали текст. Вот поэтому есть опасность этих толкований и этих книг. Я видел недавно... Показывали мне библию, выпустил Джеми Сфаггертом. Мне показалось там еще хуже. Он так делает. Скажем, идет строчка библии и затем в скобках его объяснение этого. Строчка библии, его объяснение. Разными цветами, скажем, красный, черный. Но я думаю, здесь тоже путаница будет возникать. Когда в одном тексте буквально вставлен, чисто психологически, так визуально люди будут воспринимать, это не совсем хорошо. А вот вопрос по поводу библии Маккартера. Что вы о ней можете сказать? Да, библия Маккартера у меня здесь стоит, да. Вот после библии Скофельда, которую тоже можно использовать. Библию Готце, ну это уже старые довольно издания. Сейчас уже у новых проповедников практически их нет, они не пользуются. Вот открытая библия, новая Женевская учебная библия. Кстати, вот сначала, новая Женевская, это, по-моему, редакторы ее были, основой редактор Пресвитерианин. Поэтому, скажем, вопрос крещения, где-то крещение, там может быть отражен в таком понимании Пресвитерианском, где-то крещение. Поэтому надо учитывать эти моменты. Вот новая Женевская библия будет отражать эту Пресвитерианскую точку зрения. Учебная библия Маккартера, очень популярное издание, там где-то 25 тысяч заметок разных в этой библии. Карты очень хорошие, схемы, очень хорошая информация об авторах книг библии, о получателях, адресатах, историко-культурный анализ. Очень хорошие схемы в конце. Скажем, что такое талант, динар, шекель, или гомер, гомор, и как отличить гомер от хомора и так далее. Очень и очень хорошая информация. Единственное, что мы помним, когда, скажем, берем ту же библию Маккартера, что Маккартер и богословы его семинарии такие ярко выраженные кальвинисты. Поэтому мы понимаем, что в его библии будут тексты некоторые, может быть, выраженные довольно ярко. Насколько верно, неверно, я здесь не говорю об этом. Но будет эта позиция выражена довольно ярко. Ярко выраженная кальвинистическая позиция. И учитывая то, что этих библий очень много, их напечатали много на русском языке, кстати, их печатали в Минске, издательство Принткорп, распространены эти библии, это сильно повлияет на богословие в нашем братстве. Очень сильно повлияет. Пройдет немного лет, и наше братство станет намного более кальвинистическим в понимании вообще церкви, проповедники и так далее. Потому что для людей многих библия Маккартера стала своего рода настольной библией. Они ее несут на собрания, они ее читают дома, и всегда рядом комментарий. В этом есть преимущество, все с собой, и комментарии там есть очень хорошая информация, очень хорошо отработано. Из книг вот других, я думаю, это одна из лучших в плане качества подбора материала, объяснения авторства, скажем, адреса, цели, послания, очень хорошие объяснения, очень хорошие. Но вот позиции автора надо учитывать. То есть учитывайте, что то, что написано уже после текста библии, это уже не библия, это уже позиция автора, поэтому надо быть осторожным. Но использовать, вот помогают такие библии. У вас тоже есть и Новая Женевская где-то, да? Наверное, встречались? Ну, она в компьютерах. А, в компьютерах, да, с Хоффельда и так далее. Библейский справочник в словаре и энциклопедии. Ну, это тоже, да, есть много хороших книг, справочников, которые можно читать. Например, библейская энциклопедия Боргауза. Вот она выпущена даже в форме книги, очень хорошая, ценная информация. Я думаю, что очень. Я здесь, кстати, звездочки помечаю, это некоторые книги. Ну, звездочки это те, которые я рекомендовал бы в библиотечке проповедника иметь. Но я понимаю, что такие дорогие книги, купить их все сложно. И, кстати, весь этот список, практически все, я кое-что уже поменял, правда, есть в книге моей по гамилетике, которые в библиотеке, если вы возьмете потом, там есть весь этот список всей этой литературы. И что было бы полезным, потому что здесь вы не сможете все использовать. Ну, старые, вот раньше это были библейская энциклопедия под редакцией Архимандрита Никифора, синяя такая книга, помните, библейский Светлана Нюстрема, Вагилея, ну, они несколько уже считаются так устарелыми с точки зрения некоторых данных, данных археологии, может быть, исследования новых манускриптов и так далее. Но в них есть очень много полезной, хорошей информации, да? Еще такой вопрос, Библия Лопухина, я слышал о ней что-то? А, дойдем, дойдем, да, обязательно, это будет следующий раздел у нас. Вот, например, мне нравится очень, скажем, энциклопедия христианской апологетики Нормана Гайстера, ну, это такой фундаментальный труд для тех, кто занимается вопросами апологетики. Творение, эволюция, наука и религия и так далее, фундаментальная вещь, очень солидная такая, кстати, дорогая и хорошая. Вот новый библейский словарь, библейский персонаж, библейские реалии будет полезным. Сборник библейских таблицы карт, кстати, тоже неплохой такой. Вот кто-то говорил, что открывает карту, всегда смотрит на географию, где-то происходило. Правда, одна проблема, да, теологический, энциклопедический словарь неплох, вот в плане каких-то общих богословских терминов. Правда, с одной проблемой я столкнулся, мы для семинаров покупаем постоянно энциклопедии, словари новые, я уже заметил, что все невозможно купить, и они повторяются некоторые. То есть уже не знаешь, какая-то информация есть там, потом часть информации в этой энциклопедии, часть информации в той энциклопедии, и это уже становится сложным, все невозможно купить. Поэтому надо ограничиться парой энциклопедий. Скажем, библейская энциклопедия Брагауза, одна из таких вот лучших, которые неплохо было бы иметь. Теологический, энциклопедический словарь, ну для тех, кто занимается богословием, не только проповедью, вот было бы очень полезным. Ну и может быть энциклопедия, вот типа энциклопедии Никифора или Нюстрема, ну вот такие простые, понятные, несложные вещи. Хотя вот новый библейский словарь, библейские персонажи, библейские реалии, по-моему, издательство Мирт, они такие фундаментальные, солидные, если были бы средства и возможности, можно было бы приобрести. Вот это было бы, ну это было бы очень хорошо. В каждый словар чем-то по-своему хорош. Некоторые больше внимания обращают на людей, которые описаны в Библии, некоторые на места, географические события. Вот скажем, там словарь Баргауза, он старается все, они стараются охватить. Скажем, музыка, а какие музыкальные инструменты употреблялись в Библии, они описывают. Или такое-то послание, вот чем оно характеризуется, какой историко-культурный контекст этого послания и так далее. Поэтому вот такая энциклопедия была бы, хотя бы одну иметь неплохо было в библиотеке проповедника. Или в электронном формате, как сейчас, я думаю, некоторые из вас имеют. Вот, кстати, вот, чуть брат уже говорил об этом, что очень полезно. Синонимов, словарь синонимов. Вы помните, мы говорили, что Экклесиас старался подыскивать изящные выражения. Вот когда вы пишете проповедь, вы думаете, вы, когда вы ее излагаете на бумаге, вы можете лучше видеть недостатки своей речи. Вы, например, смотрите, о, повторяется одно и то же слово. Некрасиво. Давайте заменим синонимом. Лаш, Shift, F7 на компьютере. Кто на компьютере работает, это проще. Слово выделил, Shift, F7 нажал, синоним появился. Хотя там тоже такой не очень большой словарь в компьютере обычно. Вот есть словарик синонимов. Но или словарик в форме книги, или словарь в компьютере в Word был бы очень полезным. Вот то или другое. Надо подыскивать синонимы, чтобы красивее говорить. Вместо того, чтобы одну и ту же мысль повторять. Ну, скажем, о цветке что можно сказать? Какими словами, синонимами можно сказать? Ну, вот красивый, что еще можно сказать, чтобы не повторяться? Прекрасный. Удивительный. Изумительный. Потрясающий. Растение просто, да. Вот это растение. Вот это прекрасное растение. Это цветок, это божье творение. Ну, менять, чтобы было красиво, как успешно. И вот, что брат говорил, орфоопический словарь, это словарь ударений. Как правильно ставить ударения. Вот это очень хорошо проповедникам. Сложно. Я когда-то пытался купить, даже еле нашел. Сейчас редкие словари, очень редкие. Сложно найти такие словари, хорошие ударения. По крайней мере, найдите словарик ударений библейских терминов. Есть книга, библейская призывная проповедь, ассоциация Биллигрэма. Она, я думаю, даже здесь в библиотеке есть. Там в конце есть словарик библейских терминов. Как правильно произносить? Пожертвование или пожертвование. Вечера или вечеря. Алкать или алкать. Алкоголь или алкоголь. И так далее. Вот многие термины, которые мы упорили. Паралипоменон или паралипоменон. Иов или иов. И так далее. Бытие или бытие. Послушайте проповедников, вы видите, разные стоят ударения. Вот этот большой словарик. Я понимаю, орфоопический, он чисто светский. Все слова, как они произносятся, говорят. Но вот там религиозные термины. Отыщите такой словарик. Отыщите, если возможно. Или просто сделайте копию, ксерокопию в этой книге. Призывная проповедь. Как подготовить призыв? Нет, призывная проповедь называется, да, по-моему. Возьмите эту книгу и на последней странице найдите. И скопируйте. Сейчас уже есть какие-то христианские отдельные словари. Там русская, английская и так далее. Там есть эти вещи. Возьмите, это сделает вашу речь более красивой. В чем проблема ударения? Какая разница, параллель по Минону или по-другому? Это смысл проповеди как-то? Или притыкания какие-то бывают? Два момента. Первое, что мы стараемся Слово Божие произносить достойно, красиво. Не лишь бы как произнести. Второе, в собрании бывают разные люди. Вот я не знаю, кто-то из вас может музыкой занимался. И вы представляете себе, как слушать тяжело фальшивые ноты. Я немножко в музыкальной школе учился, пел. Небольшой музыкант, но даже мне, вот я послушаю иногда, режет слух, если кто-то мимо поет красиво. Представьте человека грамотного, который пришел в собрание. И он слышит, это для него настолько тяжело слушать. Сразу теряется авторитет весь проповеди. Проповедник себя не уважает. Как он хочет, чтобы его другие уважали. Поэтому здесь с точки зрения уважения к тексту Библии, кстати, Евангелие с ударениями, да, вы видели, наверное, встречали. Библейское общество издало Евангелие, полный текст Евангелия, ударение практически над каждым словом специально. Возьмите его, найдите его где-то. Очень-очень полезно. Я слышал такое объяснение, что вот эти мелкие вещи, как бы проповеди, к смыслу ее не добавляют. Как бы это правильно, что они не добавляют, но есть другая истина, что они отнимают. Значит, если их нету, если их правильно, то тот смысл, который я хотел передать, человек не может воспринимать. Получается, он, может, не добавил смысла, но отнял от того, что хотел. Ну, как бы мелочь, да, а уже. А человеку грамотному это настолько режет слух, вот настолько неприятно слушать, который привык к красивой речи, о чем они говорят? Да он даже ударение не может поставить нормально. Если он в земном не разбирается, а что он говорит о небесном? Что он понимает о небе, если он даже слова не знает, как правильно произнести? Ну, так человек будет думать. Вот что этот знает, человек необразованный, он даже не читал ничего, он Библию толком не читал. Он не знает, как в Библии написано, в Библии правильно должно быть ударение, правильно поставлено. Он даже этого не знает. Евангелие с ударениями вот можно найти. И вот этот словарик, призывная проповедь, найдите этот словарик. очень и очень будет полезным. Введение в Библию, обзоры Библии. Ну, здесь так несколько я напишу, предложу здесь мыслей. На самом деле книг намного больше. Я здесь несколько только написал, скажем, добавил такие общие обзоры Ветхого Завета. Вам где-то даже было, наверное, задание когда-то, кто-то читал Ветхий Завет, говорит, Шульца, да? Может быть, помните? Есть такая другая книга по Ветхому Завету, Лассор, тоже обзор Ветхого Завета. Она более сложная. Глубокая, более сложная. Новые книги появились. Я не помню точно имя. Где-то переведена книга Мангано, по-моему, фамилия. Обзор Ветхого Завета. Точно фамилию не помню, как произносится, но есть такая книга. Гамильтон, Введение пяти книжек. Это тоже очень неплохая книга. Ну, общий обзор. Я имею в виду обзор такой. Кстати, вот та же книга Шульца, это уже старая, добрая книга, но для общего понимания Ветхого Завета я бы вам настоятельно рекомендовал прочитать. Кто из вас не занимался этим Ветхим Заветом, настоятельно рекомендовал бы для общего понимания Ветхого Завета, чтобы в целом понять картину, хронологию, связь событий. Не очень толстая книга. Джордж Шульц в Ветхим Завет говорит. Ну, кто хочет, может больше. Для Нового Завета очень полезная книга Мэрил Тенни. Это обзор Нового Завета. Она тоже простая. Очень ясный, последовательный, простой обзор. Ну, есть более сложные книги, такие как Дональд Гатри или Роберт Гандри. Но она проще. Роберт Гандри может быть лучше. Вот сейчас я передал библиотеке книгу такую Рей Стэдман «Путешествие по Библии». Но это больше как гомелитический комментарий. Но очень полезный для общего понимания тоже. Вот такая толстая, правда, книга. Вот классическими остаются такие вещи, как Шульц, Ветхим Завет говорит. Мэрил Тенни обзор Нового Завета. Это как классика, я бы сказал. Такие несложные, простые. Есть уже посложнее вещи, такие более насыщенные, как Лассор или Хамильтон, Хамильтон или тот же Гатри. Но это классика, такие простые, понятные для общего понимания Ветхого Завета. Когда-то, ну это уже с других, да, я помню, что мне помогло очень. Это было по посланию к римлянам и посланию к галатам, по Мэрилу, посланию к галатам. Тоже мне очень помогла такая книга, хорошая есть книга. Толкование Библии. Ну, толкований Библии есть очень много. Я тоже только на некоторые хотел обратить внимание. Толковая Библия Лопухина. Великолепная вещь, братья. У кого из вас она есть? Есть. Одного человека. Три тома. Дорогая, хорошая книга. Ну, когда-то в свое время я получил ее бесплатно тоже. Это было, слава Богу. В электронном формате есть? Есть. Есть у вас, да? Нет, у меня нет еще, не скачал. У меня есть в электронном формате даже. Мне говорят, уже она в трех видах в электронном формате есть, в разных, чего только нет. Дали, хорошая, удобная. Ну, поскольку это очень дорогая вещь, ее сложно купить и приобрести. В чем плюс ее? Это не просто комментарии Лопухина. Здесь собраны толкования многих комментаторов, там, начиная с отцов церкви, Августина, Залтоуста, Лютера упоминают. То есть, как бы собраны все самые лучшие великих толкователей на разные стихи. Очень глубокий анализ текста проводится, анализ еврейских слов, анализ греческих слов. Довольно хороший, фундаментальный. Ну, учитывая то, что редактировал ее православный Лопухин сначала, потом ее преемники, уже следующие тексты. Ну, надо понимать, что, возможно, некоторые комментарии будут нам сложны для понимания. Но в целом и общем, ту же Нагорную проповедь, там настолько хорошо. Вот посмотрите, кто ударит тебя в левую щеку, там правую, подставь левую. Там так хорошо, столько много написано, объяснено, историко-культурные анализы, язык, слова, объяснение этих слов на греческом. Очень полезно для каждого проповедника. Если у вас нет ее в виде книги, ну, то хотя бы иметь в форме электронной. Ну, толкование Библии под эвакцией Платона Хачала, есть такая красная или коричневая книга на всю Библию. Пять томов. Ну, можно использовать, если нет в Библии Лопухина. Новый библейский комментарий издательства Мир. Комментарии к книгам Веткого Завета, 10 томов, есть такие синие. Ну, мне они так не очень нравятся, поэтому я их сильно не рекламирую. Есть такого синего-голубого цвета, 10 томов на Завет. Вот что мне нравится, номер пять, это библейский историко-культурный комментарий. Библейский историко-культурный комментарий, он есть на Веткий Завет и на Новый. Это комментарий, в котором историко-культурные детали все подчеркиваются. Скажем, одежда, меры, обычаи какие-либо. Там, если Авраам проходил через рассеченные животные, что это означало в древнем мире? И так далее. Вот все эти моменты историко-культурные очень хорошо объясняются. С этой точки зрения очень хорош. Ну, давайте перейдем к Баркли. Здесь я поставил звездочку. Поставил полное толкование на Новый Завет, 15 томов, много интересных данных, ссылок на культуру, литературу, греческий язык, данные археологии. Ну, иногда Баркли называют либеральным богословом. Потому что у Баркли иногда есть такие специфические толкования. Объяснения, скажем, возможные, как можно было накормить 5000 человек. То ли, пользуясь темнотой, там ученики где-то подоставали с собойки, все остальные собрали, там на самом деле не умножились хлебы, то ли там из пещеры ближайшую достали хлеб и так далее. Там есть некоторые проблемы с толкованием. Но Баркли я бы воспринимал не как комментарий в первую очередь, не как объяснение, не объяснение его, а как кладезь вот этого историко-культурных данных каких-либо, справочник хороший, лексический справочник. Конечно, некоторые данные его экзогезы или толкование слов сейчас вызывают критику. В других книгах вы можете найти критику. Но в целом Баркли, вот как сборник данных историко-культурного анализа, ну великолепный. Только не надо сильно увлекаться. Иногда, так помню, у нас молодой брат один там по книге Откровения проповедует, там о ладике или о пергаме, и полчаса разговора, вот Баркли начитался, и там все это, что было, где был пергам, там какие, что-то было, и вся эта историко-культурная обстановка, ну она нужна как маленькая часть проповеди, как зацепка, но не нужна как основа проповеди. Здесь вопрос в том, увлекаться так в миру. Да, вот новая серия толкований под редакцией Джона Стотта. Библия говорит сегодня, такие оранжево-желтые, помните, кто-то видел из вас, наверное, книги. Есть, не видели? Должны были видеть. Есть такая, вот Иоанна толкований, Матфея, другие, да, Марка? Нет, я просто про книги сейчас, знаете, что новые, так сказать, электронные книги есть, такая специальная, похожая на книгу электронную, очень по тексту, так что может целые книги туда загонять и читать. Вы, в принципе, не против таких, да? Да, как планшеты такие, да, делается. Она все равно электронная, получается, страницы листаешь, как бы, в принципе, получается, как реальная книга. Да, да. То есть сейчас намного проще, можно объем информации очень удобный. Ну, здесь может зависеть еще от воспитания, возраста, я уже принадлежу к поколению динозавров старых, поэтому я, например, привык к книгам. Хотя я давно работаю, уже некоторые из вас еще не родились, когда я начал работать на компьютере, в 91-м году еще, вот со старыми программами World Perfect, которых сейчас молодежь не знает, были ли такие программы. Вот, но я привык к книге хорошей, доброй, отнял, сел, вот, налил чаю и работаешь. Ну, вот, на небе не упоминается о телевизорах и всех, но книги раскрыты были, да? Книги раскрыты были. Мне будет там интересно, да. И компьютеры тоже там. Да, книги есть. Книги были, да. Ну, это вопрос личного предпочтения человека, как ему легче читать. Маленькие, есть сейчас такие маленькие, там, коммуникаторы, смартфоны, там тоже загоняют туда книги. И кто как читает, вот, главное читать и заниматься этим. Вот, можно таким образом или таким. Толкование Библии. Учтите, вот такие имена, как Джон Стот, вот, Ульям Баркли, Лопухина, вот эти вещи были бы очень вам полезны. Комментарии на отдельные книги Библии. Ну, что можно сказать об этих комментариях? Ну, вы сами знаете, например, комментарии Макартура есть сейчас на Евангелие от Матфея, все, 4 тома целых на Евангелие от Матфея. На Римлян есть. На Римлян два тома. На Ефесином, 1-й Коринфянам, там, Тимофею, Титу, Галатом, Якова, есть уже немало. Хорошие такие, в целом, такого гомелитического плана. Это больше не экзегеза текста, это больше, фактически, это проповедь Макартура, которую изложили, обработали и изложили в форме книги. Это его проповеди только переработанные. Проповеди более живые там, но их переработали под книгу. Ну, кто желает углубиться, может читать Лютера, Барта, есть сейчас комментарии на Римлян, скажем, Лютера, Барта, другие книги. Орну Ирсби, мне нравятся его комментарии, есть на Евреям, Коринфянам. Гаррет Рис, вот в последнее время появляются такие неплохие книги, скажем, Толкование на Деяния, вот, или Луки, очень хорошие книги, такие глубокие. Златоуста того же, вот, на разные книги Библии. А Мэтью Гэмли, вот кто-то из вас встречал, да, такие реформаторские, солидные, толстые, там, 5 томов, по-моему, на Новый Завет, такие зеленые, толстые, хорошие книги. Вот такие реформаторские, ну, сложноватые, может быть, немного, он так много пишет, копает, сложновато читать, но будет полезным. Кто-то еще, может быть, вспомнит, какие имена были бы полезными, вот, толкователей, кто-то из вас встречал в последнее время? Куда же больше-то. А, пока этого хватает, да. Ну, не знаю, может быть, что-то есть новое. Богословские книги, ну, вам будут давать, наверное, задания, что вам, что нужно читать по богословию. Вот это такие классики, классические книги, как Миллард Эриксон, христианское богословие, одна из таких классических учебников. Основа богословия Чарльза Райри. Ну, конечно, эти книги насыщены информацией. Скажем, тот же Миллард Эриксон, он очень много пишет, и он представляет много альтернативных точек зрения. Скажем, реформаторы думают так, там, скажем, католики думают так, вот, ну, мы думаем так. И у него очень много разного рода ссылок на другие традиции. Вот поэтому некоторые люди устают. Но читается книга интересно. Вот Милларда Эриксона книга написана интересно, хотя она и толстая, тысячу восемь страниц где-то. Надо так терпение, если взяться, терпение. Вот это уже для тех, кто любит. Интересно читается, хорошая книга. Основа богословия Райри чуть потоньше. Ну, тоже такая фундаментальная, хорошая, понятная книга, много сложных богословских понятий рассматривает. Так хорошо. Сейчас появилась систематическая богословия Лайн Грудем, недавно переведена. Тоже такое очень хорошее, фундаментальное, толстое. Если есть возможность приобрести, пожалуйста. А кто хочет попроще, возьмите просто догматику, которую когда-то выпустили на заочных библейских курсах в Москве. Простая, ясная, не очень толстая книга. Четко, понятно, основные термины объяснили. И основные понятия богословские. Очень нравится мне хорошая книга, скажем, как история христианских доктрин. Вот она показывает, как доктрины развивались в истории. Очень полезно. Берков, Луис Берков. Вот это номер пять. История христианских доктрин. Очень полезная книга. И очень полезная. Вот очень интересная, скажем, книга богословская мысль реформации. Если вас интересует богословие Кальвина, Лютера, Цвингрии и все с этим связанное. Скажем, богословие Вечери Господней. Там, воссуществление, пресуществление. Вот. Очень интересно. И очень полезно. Вот это одна из таких полезнейших и интересных книг. Я думаю, что каждому из нас полезно прочитать какую-то хорошую богословскую книгу. Полезно по богословию. Выберите какую-то и выберите хорошую. Посоветуйтесь. Если прочитать, пусть прочитать одну, но хорошую книгу по богословию. Ну, я думаю, просто бывает, наверное, интересно иногда, особенно когда проповедь людей, которые сидят неверующие, читать какие-то книги, комментарии или светских авторов, которые об этой же проблеме говорят. Для сравнения или критики или чего-то. Но когда они видят, что вы знаете их авторов, это помогает им понять, что вы не просто там в своем чем-то находитесь. Студенты у нас такие сообразительные, они заходят вперед. Я еще буду об этом говорить, а они уже понимают, о чем я буду говорить. Да, мы к этому вернемся. Очень хорошо. Это правильно. Правильное замечание. Вот мы пока говорим о таких вот вещах фундаментальных, ясно. И, кстати, тот же Эриксон. Его читаешь не для того, чтобы потом рассказывать, что я узнал о частинище. Или суп лапрационизме, выговорить даже сложно. Вот читаешь для того, чтобы самому познать Библию, для того, чтобы показывать, какой я умный. Но выбрать хорошую книгу будет полезным. Ну, другие богословские дисциплины. Я думаю, что вам нужно, я говорил, иметь план чтения. Братья, если вы серьезно подходите к своим обязанностям, к работе, у вас должно быть план чтения. И какая-то книга по каждой дисциплине хорошая, прочитать должны. Скажем, герменевтика. Помните, как читать Библию в виде всего ее ценности. Одна из отличнейших книг по герменевтике. Вы можете привести хотя бы из своего опыта примеры плана чтения, как вы читаете, допустим? Ну, ваш пример, план чтения. В настоящее время весь мой план заключается практически в чтении работы, связанной с диссертацией. Поскольку я занимаюсь диссертацией, и меня на пару лет вперед книги, связанные с богословием литургическим, богословием поклонения, и все с этим связанное. Историей развития христианства в Беларуси, зарождением церквей, и развитием богословия, и богословия поклонения, и особенно самого богослужения. Вот поэтому у меня сейчас на ближайшие годы, и я уже себе другие книги, у меня есть желание читать другие книги, есть мысли, у меня уже списочек есть. Например, я хочу прочитать в дальнейшем, допустим, у меня Достоевский написано. Я вычитал тогда-то, но Достоевский настолько крупная фигура и мощные книги, что когда их перечитываешь по новой, там очень глубокие вещи. Я думаю, что, кстати, Достоевский, мы придем к этому опять, но это может быть очень хорошая отправная точка для евангелизации. Настолько хорошая вещь, Достоевский говорил о Христе. Он был так православным, ну так себе, хотя православным считался, но он настолько сильно говорит о Христе, подчеркивает Христа. Возьмите его образы в Идиоте, тот же образ князя Мышкина, братья Карамасовы, Алеши. И это настолько сильно, до юродства доходит, вот этот Христос. И ради Христа он готов на все. Достоевский сам говорит об этом, что главный Христос и все остальное. У него есть, конечно, он сильно очень обличает социализм, тоже одна из его таких идей направленности, против. Вот что хлеб, хлеб Сатана предложил, хлеб только поклонись мне, вот это то, что дает социализм. Он очень хорошо критикует, но есть у него проблемы свои. Например, его русофильство, слишком он так сильно, как раз пишет, вот русский народ, только спасение через русский народ. Это может быть чересчур. Я с этим не согласен, не потому что я белорус, но вообще я думаю, что не стоит так выделять сильно один народ. Но идея о Христе, я думаю, это может быть одна из сильнейших пунктов евангелизации. Если вот для интеллигенции, они в целом должны знать Достоевского. И если вы начнете с Достоевского, возьмете братьев Карамазовых, возьмете идиота, и вы представите образ Христа, это для проповедников, это такие хорошие сильные образы, там легенда о великом инквизиторе, в том же братьях Карамазовых, настолько сильная вещь. Это может быть жертвенник неведомому богу для работы с особенностью интеллигенции, на высоком уровне даже. Я думаю, это очень и очень нужная и полезная вещь. И у меня уже есть план, я уже читал много, опять я уже в план свой записываю, в дальнейшем я хочу прочитать. Ну, конечно, у меня там в плане есть что-то и Барта прочитать, потом Дэйв Хант, недавно вышла очень интересная книга, против кальвинизма, толстая, хорошая, интересная очень книга, математик сам, он математик и богослов одновременно, и он такой выпустил интереснейшую книгу, хотел прочитать, но толстая некогда. Ну, тем не менее, я читаю, я сейчас вот только прочитал там простую книгу Макса Лукада, перед этим я прочитал тоже одну Барта, то есть есть постоянно какой-то списочек у меня на несколько месяцев вперед, что можно было бы прочитать. Вот иногда я этот список нарушаю, потому что появляется что-то новое, или я там на английском или на русском языке получил какую-то новую книгу, или же, когда я готовлюсь к проповеди или к преподаванию, скажем, по гомеретике, если я очередной раз преподаю курс где-то, я стараюсь прочитать еще какую-то книгу, которую я раньше не читал. Вот связанную с гомеретикой. Например, вот сейчас я просматривал, недавно я просмотрел книгу, вот последнюю, Уолтер Кайзер на пути к экзогетическому богословию, это новая книга, она говорит о том, как от герменевтики переходить к гомеретике. Вот как строить, вот полезной показалась книга. Поэтому я каждый раз, когда, если преподаю, я стараюсь какую-то новую вышедшую книгу прочитать. Но сейчас я, к сожалению, слишком сильно занят с диссертацией, поэтому у меня чтение, чтение, там куча статей, книг, именно все по этой теме. Вот это интересно углубляться в одну тему, это очень интересно, очень интересно. У меня еще вопрос такой, а Солженицына что вы можете сказать? Вот я тоже бы его вспомнил, подожди, я его вспомню или не вспомню, сейчас я просмотрю. Так, 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 даже не помню, где-то я его, может я его здесь и упустил. Вот я тоже так читал Солженицына в свое время, и так немало, и я преисполнился ненависти к коммунизму, вот читая Солженицына. О, это сильно, да. Это ГУЛАГ, да? ГУЛАГ, Красное Колесо, особенно там Ленин, об этом, я думаю, что есть очень такие хорошие. Ну, то есть такая классика, я бы сказал, что это такого рода, это считается классической литературой уже 20 века. Вот, поэтому в целом, кстати, это тоже один из тех моментов, там, скажем, образованные люди многие читают, и считали важным прочитать Солженицына, знать о Солженицыне. Недавно отмечали там какой-то, то ли столетие, то ли, ой, не столетие, а 80 что-то лет, не помню, какую-то дату в связи с Солженицыным, об этом писали в журналах и в христианских журналах, интересная статья Солженицына. Солженицын тоже выражал веру в Бога в многих статьях, книгах, это тоже интересно. Но он не протестантом, он не был протестантом. Ну, в нашем понимании протестантом в Баттийскую церковь не ходил, наверное, но веру в Бога он выражал в своих книгах. Тоже, я считаю, очень одна из тех книг, которые стоит читать. Мы сразу переходим к классике. Пишут же про Баптиста, Алешка Баптиста. Там интересный образ, очень положительный, очень сильный. У Солженицына, именно когда у нас как-то Баптисты кто-кто, и когда Солженицына не знают, и он пишет о Баптиста хорошо, как человек верующий, все это совсем меняет, особенно в новой аудитории. Говорят, ты Баптист, хорошо, вот Солженицын пишет, встречал. Но можно увязать и за страданиями за веру, которые люди не просто для них, это какой-то... Да, это хорошее. Гамилетика, да, еще. Ну, заговорили о таких сложных и тяжелых авторах. Вообще реалисты предполагали, что после прочтения их книг будет не только эмоции, не только эстетическое удовольствие, а в принципе для чего они писали эти книги, это для передачи идеи, чтобы эта идея в дальнейшем вызывала какое-то действие, какую-то реакцию на историческую ситуацию. То есть реалисты предполагали, есть историческая ситуация, есть переживание автора, он формулирует идею, излагает ее в книге, и обратный процесс должен пройти у читателя. Читатель должен проникнуться идеей через чувства и что-то сделать потом. Вот мы подчас говорим о таких философских книгах, готов ли мы что-то потом делать или что-то менять, или как-то реагировать, потому что просто посоветовав человеку прочитать братьев Карамазова, он с этим камнем будет ходить год. Поэтому, я думаю, надо быть очень осторожным в выборе книг. То есть если же мы решили считать или браться за книги, действительно надо подумать, насколько мы готовы посоветоваться с другими. А вы читали эти книги? Советуют ли другие люди? Потому что времени слишком мало, чтобы все прочитать. Это невозможно. Я как посмотрю иногда, вот даже здесь на полке, вот в кабинете директора, там смотрю, книги есть хорошие, какие-то классические книги. Вот я еще то не читал, то не читал, из классики что-то, из зарубежной классики, какие-то переводы с английского, с французского. Времени нет на все, времени нет. Поэтому надо советоваться, а стоит ли это читать? Готов ли я эмоционально? Принесет ли это мне пользу? Нужно ли мне будет реагировать? Это правильно, да. Потому что книги имеют силу большую и власть. Они могут нас даже менять как-то, если мы читаем. А почитать просто так, вообще иногда может быть и надо прочитать что-то чисто для удовольствия. Я люблю иногда прочитать, недавно признались, я прочитал всего Шерлока Холмса, Канан Дойли, Шерлока Холмса. Такую толстую книгу в одном томе кто-то собрал, и мне друг дал. И я ее так расслабляюсь, так поработал часик-два над серьезным материалом, где-то дома как раз работал над диссертацией, потом перерывчик, так чая села, взяла, и одну историю Шерлока Холмса прочитал. Потом там другую через два часа или на следующий день. И я уже в конце стал угадывать, чем дело закончится. Я уже сам себя почувствовал Шерлоком Холмсом, я стал уже так думать, а это закончится тем, я уже знаю. Я думаю, что иногда можно прочитать, прочитывать такие книги, но просто для расслабления, где-то ума, отдохнуть, развлечься, потому что держать в напряжении ум невозможно. Хорошие, сильные книги, когда мы читаем, ум наш напряженный, надо думать, размышлять. Иногда можно и так немножко освободить себя. Но в целом надо очень серьезно, вопрос в серьезном выборе книг, серьезный подход к выбору книг, очень серьезный. Ну а о гамилетике я брать вам много не буду говорить, потому что есть список у вас там, и в заданиях у вас будет список, и мы уже говорили, и в курсе, там тоже я вам давал, и в книге есть этот список книг по гамилетике, я уже говорил о том, что хорошо, что плохо. Вот, конечно, рекомендовал бы Спержина, это вечная классика, по гамилетике читать. Вот, Макар Тур сейчас неплохие книги, эти возвращения к разъяснительной проповеди, но может сложноватая, Ллойд Джонс мне нравится, проповеди проповедники новой книги, очень хорошая. Хадон Робинсон, очень хорошая, вот, очень хорошая, поэтому учтите, ну посмотрите в списке потом, это о гамилетике вы знаете. Миссиологию очень полезно и интересно читать, я бы рекомендовал вообще, как миссия развивалась. Каждый верующий заинтересован в миссии, в развитии, в проповеди Евангелия, хорошо прочитать от Иерусалима до края земли, очень хорошая история миссионерского движения, настолько интересно, вдохновляет, как миссионеры, как христианство развивалось в истории, очень интересно и полезно, очень было бы полезным. Книги по истории, история очень важна, история очень нужна. Вы являетесь ли вы пастором, преподавателем, просто проповедником, читайте книги по истории. Столько иллюстраций истории, особенно история церкви. Можно взять такую маленькую книгу, как у Альян Кернс «Дорогами христианства», можно взять потолще, «Гонсалес», «История христианства в двух томах», или «Санников в двух томах». Можно взять и «Баптисток» в СССР со временем Второй мировой войны, заводский книг. Это опять, можете посоветоваться с историками, тем, кто больше занимается. Но кем бы вы ни были, читать по истории христианства книги полезно и нужно, я считаю. Мы даже увидим, что многие версии повторяются, ничего нет нового, кажется, что-то новое пришло. Да это уже было все в веках, настолько полезно раскрывает систему. История, как говорили в древних историях, «История есть учительница жизни». Мы видим, как церковь развала в прошлые времена. Очень и очень полезно. Ну а уже конкретно вы потом посмотрите список этот и увидите, что лучше. Классические духовные книги. Это книги Августина, книги Фомы Кемпийского, Чемберса, Лютера, Клайва Льюиса, Джона Будьяна. Кто из вас читал «Путешествие пилигрима»? Только начал. Это одна из классических книг христианства, одна из самых таких распространенных книг христианства. Аллегорическая. Аллегория такая. Но такая красивая, интересная. «Духовная война» есть еще одна у него. Она менее известна, но тоже такая полезная, интересная, очень хорошая. Вот, да? У меня вопрос. Клайв Льюис, почему говорят там лжеучения? Ну, в книге своей, скажем, вот просто христианство, допустим, там некоторые пункты упоминают, скажем, Льюис так толкует заповедь «Не убей», как, ну, не как абсолютное запрещение убивать. И он считает, если там верующие встретились на войне, в армии немецкой, другой в русской, и они друг друга убили, вот, с верой, с любовью во Христа, то они на небе встретятся, и одними друг друга, и поблагодарят за то, что они раньше попали на небо. Ну, примерно так вот он описывает ситуацию. И в некоторых кругах, конечно, некоторые братья у нас, некоторые считают, что это нормально, скажем, служить в армии, брать оружие. Но вы знаете, это вопрос в нашем братстве с Порми. Скажем, в братстве Совета Церкви, они категорически против этого, поэтому они категорически считают это лжеучением. Или, скажем, он там большое внимание уделяет таинствам. И он говорит о том, что таинство – это одно из благодатных средств, с которыми мы подкрепляемся. И это отражает больше ангеликанскую точку зрения, нежели евангельскую, протестантскую. Вот, и некоторые люди, если внимательно читать. Хотя, с другой стороны, просто христианство по свидетельствам многих людей оказало очень большую помощь им. Ну, для людей, которые вообще не знали христианство и были далеки, и после войны, особенно, когда Клайв Льюис вел эти лекции на BBC, он рассказывал вот эти главы, это были его лекции, главы этой книги. Она оказала очень большую помощь и духовную поддержку многим людям. Но нам надо, конечно, как проповедникам разбираться, где что хорошо, где плохо. Но Льюис мне нравится. Мне нравится он, скажем, еще своим языком. Вот Переландра, «За пределы безмолвной планеты», такой красивый язык. Вы хотите проповедовать красиво? Прочитайте Льюиса. И вот Переландра, настолько красивый язык, ты как бы в воздухе летаешь, сочный, сверху. И это в переводе. А что говорить об оригинале? Ну, перевод хороший. Наталья Трауберг переводит Льюиса, настолько хорошо переводит. Молодец. Великолепные вещи. Стоит читать. Вот, например, старый, там, похороны Великого мифа, такая статья очень интересная, его же, допустим, о теории эволюции, так интересно пишет. Некоторые статьи Льюиса. Христианство и культура. Настолько полезно и актуально, даже сегодня его статьи. Есть в сборнике книг Льюиса, в восьми томах, по-моему, сейчас. И там есть его статьи, очень интересные и полезные. А письма Баламута возьмите. Ну, да, я понимаю. Ну, это же прелесть. Это читаешь классика. Настолько тонко подмечает этот гнусик, это искушение христианина. Настолько тонко, красиво. Стоит, стоит того читать. Ну, каждому проповеднику я рекомендовал бы книгу Ричарда Фостера про славление дисциплины, скажем. Мне кажется, это одна из лучших книг по духовной дисциплине. Он пишет о духовной дисциплине. Дисциплина уединения, дисциплина молитвы. Ну, уже другие книги написаны эту тему. Я знаю, Джон Ордберг недавно вышла, «Жажда перемен», другие. Но вот это классика, я бы сказал. Очень и очень полезная книга. Если вы хотите упорядочить, как-то думать о своем духовном мире, упорядочить своей жизни, прочитайте эту книгу. Ричард Фостер, поставьте в список где-то ее. Ричард Фостер, про славление дисциплины. Очень и очень полезно. Современные авторы христианские. Чарльз Колсон, мы уже упоминали, да? Помните? Рави Захариас. Это книги по апологетике, сравнительному богословию, очень интересные. Он опровергает индуизм, буддизм, очень красиво, хорошо пишет о уникальности христианства. Филипп Янси. Филипп Янси пишет тоже такие красивые книги о благодати, о молитве есть его книга, недавно вышла. Питер Крифт, Фрэнсис Шейфер, Билли Грэм, Макс Лукада. Вот у нас некоторые братья сейчас увлекаются Максом Лукада, его стилем, стиль эссе таких коротких. И они уже начинают проповедовать тоже в таком же стиле. Вечерело. Жены подошли ко гробу. Нет, светало. Да, это воскресенье. Светало. Жены подошли ко гробу. Камень лежал на месте. Ну, что-то так. И короткие фразы, и так вот в стиле Лукада. Очень интересно. Кто-то может вспомнить, еще добавить каких-то современных христианских авторов. Кто-то может прочитал недавно какую-то потрясающую книгу. Библию, может, кто-то прочитал. Книга Экклесиаста. Потрясающая вещь, я скажу вам, братья. Потрясающая. Вот так не читаешь давно, а потом как прочитаешь, а Иова, я опять ее несколько раз перечитывал. Я обычно, если читаю библейские книги, я часто перечитываю одну и ту же книгу несколько раз. Ну, некоторые послания я учил на памяти, но это когда у меня память была хорошая. Вот сейчас я уже перестал учить, а раньше, когда учил, там, римлянам и песенам, там, многие учил, до сих пор помню многие. Но сейчас уже сложнее. Но я, если беру книгу, несколько раз перечитываю. Скажем, Экклесиаста, несколько раз в разных переводах. Или Иова. Несколько раз. Такая книга. Как не читаешь, по-новому смотришь. Мысли, свежесть, яркость. Читайте Библию. Дневники биографии и автобиографии. Это еще один пласт литературы. Очень и очень полезный. Братья, биографии очень-очень полезно читать. Я считаю, это тоже одно из тех книг, которые полезны каждому проповеднику. Столько иллюстраций, мыслей, вдохновения. Возьмите Жизни Августина, Златоуста, Нокса, Джорджа Мюллера, Чарльза Финнея, Проханова в котле России. Может, вы видели. Это и история нашего братства, как развивалась. И одновременно вот такой кладезь. Не котлован, который называется. В котле России. В котле России. В котлован есть. Или стопы Благовестника, того же Попова, вы знаете, другие там, Апавлови и других. Очень-очень полезно. Джон Поллок написал биографию Муди, биографию Билли Грэма недавно вышла. Жизнь Билли Грэма. Очень полезно, интересно. Братья, биографии очень. Вообще серия есть такая. Жизнь замечательных людей. Помните, когда-то в советское время издавалась. Вот сейчас. Очень полезно. Жизнь Микеланджело. Я недавно прочитал Микеланджело Битковена. Толстого Рамен Ролан написал тоже в этой серии. Настолько красиво, интересно, настолько полезно. Просто жизнь замечательных людей. Столько иллюстраций. Читайте. Ну, классика. Это то, о чем мы говорили. Толстой. Толстой, конечно, его обвиняют в некоторых еретических моментах. Но есть очень интересные вещи Толстого. Я думаю, что тоже стоит так просмотреть. Есть такие серьезные вещи. Дневники его очень интересные. Письма и так далее. Достоевский, конечно. Лисков. В последнее время издаются даже христианские издательства. Мы издавали Лискова. Вот у него есть такие разные рассказы, там, сектантские, связанные о сектантах. О великосветских расколах. В начале Евангелия, развития Евангелия в Петербурге. О штундистах. Он пишет даже такие вещи. Вот. Интересные очень вещи. Кстати, это тоже такое чтение. Оно не напрягает сильно Лискова. Вот. Можно отдохнуть и в то же время интересно. Вот. Кстати, можно добавить Фарар. Вот тоже недавно вышли, то есть книги Фарара, тоже он пишет о первых веках христианства. Тоже такие исторические, назидательные, очень полезные, интересные. Лисков, Гюго. Это классика. Пушкин, Лермонтов и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Читайте. Вот. Ничего, кроме пользы, вам не принесет. Ну, компьютерные программы. Здесь, братья, вы уже лучше меня знаете. Я больше всего пользуюсь компьютерных программ. Это русская Библия. Ну, обычная, чтобы находить тексты русские, все это. Но они могут быть тоже в разных формах, эти Библии. Да, вы тоже этим пользуетесь. Ну, в заключение, братья, напомню вам принципы образования. Несколько принципов. Первое. Постоянство дисциплина в образовании. Читали ли вы, не читаете? Постоянство дисциплина в образовании. Я уже вам говорил. Кто перестал учиться, тот должен перестать учить. Если вы хотите учить, вы должны учиться. И начинается все не с большого. Я тут столько книг представил. Конечно, это все надо жизнь, чтобы это прочитать, сделать. Но выбрать что-то свое. План иметь. Если вы составите план, в течение года вы 10 книг прочитаете. Одну хорошую книгу по богословию, одну по истории христианства, одну по германетике, одну биографию кого-либо, одну классическую книгу. 5-6 книг разве вы не прочитаете, даже при вашей занятости. Я думаю, прочитаете. Меньше посмотрите телевизор, еще что-то. Прочитаете 5-6 книг, уже будет что-то сделано. Пройдет 5 лет, уже 30 книг прочитали хороших. Хороших полезно. У вас столько примеров, мыслей, вдохновения. Слава Богу. Заниматься. Конечно, это проще всего, когда вы учитесь в семинарии, в колледже, где-то приходите, это вам очень и очень будет помогать. И главная задача семинарий или колледжей, даже не научить людей, а научить их учиться. Мы всегда говорим об этом студентам. Пусть вы немного выучили и научились за эти годы, но вы научились учиться. Вы поняли, что нужно читать, вы поняли, как нужно читать, вы составили план чтения. Научите учиться, и вам будет легче. Читайте, братья. Второе, избирательность. Честертон утверждает, я абсолютно убежден, что открывать разум, как и рот, нужно лишь для того, чтобы сразу же закрыть его, положив туда что-то полезное. Не все подряд. Есть самое лучшее. Древние философы говорили, человек есть то, что он ест. Имея в виду духовную пищу прежде всего. Чем вы питаетесь, то у вас и будет. Будете читать газетки постоянно, и такими будете, как газетки, легковесными. Будете читать серьезные книги, Библию, будете серьезными людьми. И последнее. Разнообразие и сфокусированность в образовании. Здесь надо как-то найти такой баланс. С одной стороны, чтение должно быть разнообразным. Мы говорили о разных предметах. Сперджим читал разные книги. Проханов рекомендовал читать разные книги. По географии, по астрономии, по ботанике, психологии, педагогике. Вот о разном. Но с другой стороны, иногда мы в слишком большую широту уклоняемся. И в нас нет цельности какой-то, направленности. Один немецкий философ, Михаил Валькер, интересный вопрос задает. Знаешь ли ты все, или ты еще знаешь что-то конкретное? Мне понравился этот вопрос. Есть много людей, которые знают все. Вы с ними можете поговорить на любую тему. Они в курсе всех событий. О чем угодно. О кризисе, девальвации, о богословии одновременно. О всем. Но конкретной глубины нет в познании. Когда я начал заниматься диссертацией, я понял, насколько я мало знаю. Я одну маленькую тему выбрал, связанную с историей нашего братства, богослужением. Я не могу понять до сих пор. Я уже три года пошли только об этом и читаю. Я так мало знаю. И чем больше я изучаю, я смотрю, что я все меньше и меньше знаю. То есть настолько видно мало познания глубокого. Поэтому нам надо сохранять какую-то широту чтения. Я думаю, нам надо время и время прочитать книгу по истории, по географии, по астрономии, увидеть Божие творения. Но хранить сфокусированность. И это сфокусированность на Библии. Вот в чем главное. Главное, на чем мы фокусируемся, мы углубляемся в Слово. Мы углубляемся в познании Господа Иисуса Христа. Мы читаем Слово, 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 Слово. Это наш фокус, основной фокус. И все идет в рамках Слова Божия. Поэтому будем постоянны в самообразовании. Кто-то сказал, что проповедник это уже новая жизнь. Да, Александр говорит, это уже новая жизнь, новый стиль жизни. Постоянство, занятие, как белка, постоянно собирает какой-то материал. Избирательность в чтении, разнообразие и сфокусированность. Сфокусированность на Библии. И пусть благословит Бог ваше чтение, изучение и вашу проповедь. Продолжение следует... Продолжение следует...